здравствуйте друзья в эфире канал ньюашво и в рубрике 2 полковника и лейтенант пиджак с вами капитан первого ранга в мс сша гарри юрий табак привет юр и полковник вооруженных сил россии александр глущенко приветствую и старший я подчеркиваю старший лейтенант пиджак юрий гимельфар итак мы начинаем господин каперан можно поиздеваться на этим бестолковым старлей в очередной это обязаны я считаю что это мы обязаны мы вроде как присвоили ему высокое звание поручика а я сегодня специально копался в различного рода энциклопедиях в википедиях вот юр ты выберешь наконец нормальное звание чтобы как-то старший лейтенант вернее лейтенант пиджак там то что сказано в анонсе да или там пиджак лейтенант как как звучало бы твое звание в других других городах войск допустим в германии красиво а если а если бы служил в войсках сс то ты был был обер штурмфюрер представляешь мне это не нравится я не люблю ссс обер штурмфюрер с фамилией гимельфар да я иду если конечно такой может быть и существовал вот это было бы не смешно да в британской армии ты был синьор лейтенант 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 в американский Первый лейтенант, так переводится Смотри, в испанской армии Тенэнте майор А, майор, слушай, майор это нравится Это мне нравится Майор это типа главный А нет, а допустим в итальянской Тенэнте сеньор Ты представляешь, это какое обращение Да, сеньор На колени должны падать перед тобой В французской лейтенант сеньор То есть, старший лейтенант Да, кстати, Юрий, не смог прочитать на иврите Не смог Там какие-то вылезли жуткие иероглифы Просто жуткие иероглифы Ну это не страшно Ну и самое интересное На языке золусов Может быть, давай будем тебя на языке золусов называть Да, смотри, как это называется Звание старших лейтенан Иси хулу Иси херзуу О, слушай Саш, а мне вот это нравится Иси хули, иси ферзули То есть, это приятно То есть, когда вокруг кто-то говорит о хули То это означает, что обращаются ко мне Слушай, Саш Я теперь Проникся и, наверное, я буду Переименовать надо в хулио Тогда будет знать Хулио они хотят Вот эти узулио Да, но Вообще язык классный Но, кстати, господа офицеры Господа офицеры Раз уж у нас пошли Раз уж у нас пошли Я хочу про свое звание в Турции В Турции у них командир это комутант А мое звание у них было Албай И они все время мне солдаты так ставят И говорят Комутант Албай Албай там, комутант Албай А я слышал, что комутант Долбай Во-первых, откуда они знают, что я из коммунистов превратил комутант А потом у меня мутация из коммунистов капиталистов произошла А откуда они это знают Потому что да, в детстве такое было А почему они меня Долбаем называют И я мечтал, чтобы меня не называли этим званием Больше Долбай А они говорят, не Долбай, а Албай А Албай Я говорю, ну тогда произносите так, чтобы я это слышал Так что А в ритме я знаю, как полковник, по-моему Я знаю, это у них Алуст Алуст полковник Да Но, кстати, господа Раз уж у нас пошли феологические изыски У меня к вам вопрос Знаете ли вы, как будет по-китайски слово социализм? Нет, нет, я сейчас говорю совершенно без шуток По-китайски слово социализм звучит следующим образом Шэхуйджуи Я говорю совершенно серьезно Откуда я это знаю? Когда мы были студентами А вы сейчас смеете, что ли? Когда мы были студентами Мы зашли в читальный зал И нам попался русско-китайский словарь И мы нашли там слово социализм А там дана транскрипция Нам это слово очень понравилось То есть социализм по-китайски звучит Шэхуйджуи И мы об этом доложили отцу нашего друга А он преподавал в пединституте английский язык Аркадий Васильевич Пузаков Замечательный человек К сожалению, уже покойный Когда мы ему рассказали, что социализм По-китайски звучит Шэхуйджуи Он так крепко почесал Говорит, ну да Вот это самое мы и построили Вот, но, господа Давайте мы вернемся к обсуждению важнейших проблем И первая проблема Подожди, Йорк Йорк, подожди, я тебя хочу поправить Господа, это вообще-то неправильное обращение к офицерам Правильное обращение как раз товарищ Вот у нас в американском флоте Мы друг к другу обращаемся как товарищ, а не господин И в российском флоте тоже обращались офицеры и матросы Друг с другом на корабле Товарищ там, вот, дворяк, товарищи Там, товарищ, это было очень хорошее слово Это как бы мы все вместе Потому что мы все вместе идем на дно Мы все вместе идем в бой А это потом коммунисты испоганили это слово вообще Да, соглашусь Господа, это как раз уже потом советские придумали Что господин, цер и господа Даже в знаменитой советской песне пелось Наше гордое слово товарищ нам дороже всех Да, да, так что товарищи офицеры Хорошо, я понял У меня, меня раскусили к тем, к кому я обращался Ну, в России, в Украине Если я их называл товарищ там, капитан, товарищ там, генерал Это у меня было, значит, я к нему близко относился Значит, я его уважал А если я его называл господин То я над ним издевался Издевка такая была Как господин генерал Вы-то, нахрен, господин пьяный Юль, хочешь сейчас приколю? Давай Значит, в курсе партийно-политической работы И в курсе военной психологии в советское время Еще, еще В советское время в военных училищах изучалась такая тема По ней была лекция, был семинар Там, типа, что-то практическое работало И там было так Воспитание дружбы и войскового товарищества И вот какой-нибудь преподаватель Или там, политработник там Втирает, как нужно воспитывать дружбу и войсковое товарищество Среди военнослужащих Ну, он читает лекцию Там, две лекции Там, четыре часа Четыре часа идет семинар А потом идет разбор этого семинара Но вы все это воспитываете? Потом эта тема включаете? Да, нет, мы все это изучаем Официально все должны записывать, как это дружить Конечно, как нужно воспитывать И что такое? Вот чем, например, войсковое товарищество Отличается от дружбы? А, вот Воспитание войскового товарищества и солдатской дружбы Вот мы должны, блядь, это уяснить А когда Советский Союз рухнул У меня мой замполит Я уже командовал ротой тогда, это 91-й год Приходит старший лейтенант, замполит, говорит Товарищ капитан Я придумал новую тему для политзанятий Я говорю, какую? А тогда стало все, свободно и все можно Он сказал Предлагаю на политзанятиях ближайших Рассмотреть тему Тему Простите, друзья Гомос-красуализм, как высшая степень войскового товариства Всю ночь думал бы Наверное Не, ну у замполитов было чувство юмора А знаете, часто Я думаю, у нас и у вас гражданских часто путают с абистами А политруки эти как раз, у них было очень много чувства юмора Они сами под собой смеялись Конечно Нет, дело в том, что этого замполита я растил из командиров взводов Я его сам выбирал, сам назначал, сам продвигал Он не политическое училище закончил, он по образованию был технарем Вообще, а стал замполитом Вот с таким вот уклоном на войсковое товарищество Ну зато талантлив был Конечно Да, но, кстати, вот к вопросу о товариществе Вот тут, господа, товарищи офицеры У нас очень важная тема Дело в том, что днями стало известно Что антропоморфный робот Федор Во время пребывания на Международной космической станции Он выполнил несколько секретных операций О которых, как стало известно, знает только Дмитрий Рогозин Глава Роскосмоса Тут весь Моссад просто сломал голову, что это могло быть И нам не пришло на ум ничего лучше Как антропоморфный робот Федор занимался там анонизм Юр, колись! Вот что ЦРУ выяснило на тему того, чем занимался на МКС робот Федор? Я думаю, что они это согласовали с Моссадом Понимаешь? Потому что я думаю, что наши уже определили, что Рогозин уже тоже мастурбировать уже больше не будет Он уже всю страну задрочил, весь мир Поэтому он эту функцию уже передал роботу Робот это исполняет более методично и более предсказуемо Поэтому Рогозин может продолжать весь мир дрочить таким образом Понимаешь? Я думаю, что они согласовали Но это довольно-таки большое продвижение в науке, я думаю И даже с медицинской точки зрения для здравоохранения это, наверное, пригодится Да Молодец, Рогозин Я горжусь Рогозином Слушай, я же с ним в НАТО был вместе Я даже один раз в самолете летел вместе Он, правда, притворялся, что он спит, чтобы со мной не общаться Но не важно Молодец, молодцы Работает, работает Роскосмос работает Самое главное, что он работает И самое главное, теперь, чтобы Понимаешь, когда Я, конечно, этим никогда не занимался Но мне рассказывали мои друзья Что когда ты очень сильно увлекаешься этим делом Ты теряешь, в общем, ориентацию И расположение войск и всего остального Так что я боюсь, чтобы Чтобы робот-то оттуда не долбанулся Как бы не забыл до остальных кнопки нажимать и дергать рычаги Не заигрался бы он там в космосе Не, Юра, его уже привезли на Землю Все, он приземлился нормально Он сел, все, его отвезли в какой-то музей космонавтики Он там теперь работает, дает интервью, кстати Я думаю, он маструбирует Там еще один момент Приходишь в музей, оттавров, педр тебе, пожалуйста Всего лишь 50 рублей И ты копия Там момент какой Если он выполнял абсолютно секретное задание О котором, о содержании которого О целях и задачах которого знает только Руководитель Роскосмоса Такого не может быть поопределению Потому что за последние несколько лет Или там много лет, скажем так Кто из вас Вот я задаю вопрос И господину Как там вас называют Исихули Исифизули Исиху Исиху Исихирзулу И капитан Зурман Какие секреты В том числе военно-технические В России остались секретами Вот кто может это сказать Я скажу Я часто ругался с нашими контриками Когда они говорят А почему они нас не пускают на ту базу Чего они нас не пускают туда Чего они нас не приглашают В Министерство обороны Я говорю, потому что там все засекречено Они говорят, ну что там может быть засекречено Чтобы мы не увидели, что у них этого нет Это засекречено То, что на корабль заходишь Он пустой внутри У нас на корабле протеснутся ненги Потому что все забито чем-то А там сауны есть Там огромные эти Я не знаю, как по-русски Не коридоры, а на корабле у нас по-другому Это называется Они огромные Ты ходишь У нас должны матросы стоять вот так в стенке Когда там сержант проходит Для офицеров, чтобы два человека разойти с ним Они чтобы не видели, что у них пустая коробка Вот что засекречено Я считаю А легче всего это сказать Знаешь Робот Федор Робот Вася провел секретные операции В космосе Про которые никто не знает Но мы как-то узнали, что он их проводил Но что проводил, мы не знаем Но проводил очень важное В общем, мы не знаем Но что-то очень важное И вот это люди, знаешь, печатают Это пускают И все начинают репут писать А что же он там такого секретного делал А вообще, откуда вы знаете Что он что-то там делал И он там был Если не знаете Чего пишете Чего об этом говорить Если знаете То договаривайте Да, проводили секретную операцию Какую секретную? Чего вы проводили? Чего просто так болтать-то? И я понял Вот сейчас мы тоже с вами Мы, может быть, с вами разговариваем сейчас А мы вообще-то кодами сейчас У нас сейчас секретная операция Да, да, да И, кстати, просмотров будет больше Просмотров, вы скажите, что у нас идут секретные переговоры Конечно, мы кодами разговариваем Это понятно При этом, при этом Оба Юры И еще вот еще Пришифруются Юры Да, да, да Пример из личной жизни Был у меня друг Мы вместе командовали ротами Он капитан, я капитан Потом он какой-то подцепил болезнь Там, которая связана с нестроевой службой Ну, что-то такое Не буду сейчас даваться в подробности Его Павел звали Его переводят со строевой должности Командира роты Переводят на должность начальника отделения кадров бригады Ну, отделение кадров Это человек, который ведает распределением кадров Там, за все личные дела Все личные дела офицеров Они всегда секретные Ну, он первый день отсидел на этой должности Захожу Паш, здорово, как жизнь-то? Говорит, ты все там бегаешь По полям Там, какие-то вождения Стрельбы какие-то Там, ночные Дневные А я нормально Я в 9 пришел В 6 ушел Значит, телефону Единственное, когда уходил Телефону и сейфу сказал Не уходите в самоволку и не напивайтесь Телефону и сейфу, да? А у меня 145 балбесов Которые могут и в самоволку уйти И напиться И ДТП совершить Еще что-нибудь Застрелиться Там ЧП какое-нибудь принести Захожу А он при этом Он при этом На столе переворачивает лист бумаги Вот так раз Инструкция была Инструкция Она и сейчас существует Если ты исполняешь документ То человек, входящий в твой кабинет Должен лист бумаги перевернуть Вниз лицом То есть написанный частью Чтобы его не могли прочитать Никто Кто заходит к тебе в кабинет Ну, вечер наступил Время часов там Шесть, семь, восемь Я выхожу со службы Смотрю, он идет В сторону проходной Я говорю, ну что, пойдем В кафе зайдем По сто грамм махнем там Чем ты там занимаешься В своем отделении кадров Бригада Говорит, Саня Не поверишь Я сегодня 49 раз Перевернул чистый лист бумаги Вот просто Человек сидит Чтобы изобразить свою деятельность Он чистый лист бумаги Переворачивает Якобы на нем что-то написано Потом еще раз И к нему зашло 49 человек О чем говорили непонятно Он говорит 49 раз перевернул Я говорю Паша, что, бывает такая служба? Вот, понимаешь, бывает, да? Да Интересная служба Я тебе скажу Это все такое засекреченное Это секрет Когда мы там в 90-е Задружили с Россией В засос Приезжали там ребята Российские офицеры И по Пентагону Ходим, гуляем По Пентагону Показываем А там какой-то почетный караул Встречает какого-то министра Я не помню Обороны Откуда и наш министр обороны Там стоит И парень мне говорит Майор Он говорит Слушай, а я бы хотел посмотреть Как вот посмотреть Эту процедуру Можно Я же первый же кабинет Захожу Потом оказалось Что это кабинет Нашего командующего Объединенный Ну, его приемная Я говорю Ребят, можно Тут русские Приехали из России И ребят Смотреть из вашего окна Они так посмотрели Выснули Да, заходи Нормально Вот они стояли И посмотрели А тут же И там бумаги лежат Компьютеры Они продолжают работать Знаешь Туники смотрят в окно А эти продолжают работать Их время-то нету Там какие-то бумаги Все посмотрели И вышли Я еще подумал Вот у нас Все засекречено Тоже Гуляют Российские военные По Пентагону Всем до одного места Мало их Что там шляется По коридору Знаешь А в России Я помню Сколько раз Я там был Ни разу Генштаб Так меня не пригласили Ни в коридор Ни в кабинет Ни в какой-нибудь Все время Как бы там Предбанники Мы встречались И все Юр Ну Тогда Тогда у меня Вопрос такой А все-таки Вот Что сейчас Произошло В Сирии Там Кто кого Бомбил Кто кого Предал Кто кого Там что-то Какая-то Очень запутанная Ситуация Ну Смотри Саня Мне не даст Соврать Я считаю Что Трамп В очередной раз Дал очередную Победу России Вот победили А теперь они радуются Они ходят Мы победили Американцы Удрали Мы все это Захватили Победа за нами Ура Вперед По-моему Это пятая Победа У них Там Я думаю Что Я думаю Что Знаешь Трамп Слушайте Хотите там Воевать Воюйте Потому что 20 лет Мы сидим 10 лет Ни хрена Не получается Все равно Народ Народ Разношерстных Все равно Они там Веками Воюют Друг с другим Сейчас Мы придем И решим Как это Помогали Учих Один Героям Этим В Афганистане Чтобы они Победили Империю Зла Советскую Они были Борцы За свободу Борцы Муджиханин А потом Советские Сообразили Что мы там Кровь проливаем Денег тратим У нас У нас Ушли оттуда И все И мы получили Кого? Осама Бен Латна Вот мы Им помогли Ну и так далее Пришли в Ирак Освободили От Саддама Хусейнова Этого Убийца И что получили Сиитское Правительство И ИТИЛ Которое создано Из сунитских Офицеров Поэтому Что лезть Тогда Да победим Мы Победим Разобьем Кого угодно Нашими армадами Мы за две недели Любой континент Спятим Дальше что? Дальше плана Политического Нету Дальше мы там Сидим по 20 лет А кулярный Денег тратим А толку что? Ну теперь хотят русские Пусть они в Сирии В Сирии Хрен разберешься Кто с кем воюет Да С этими мы союзниками С этими мы воюем Они союзниками с теми А эти Воюют с теми И с этими Ну там Просто Бардак И Трамп Он и сбрался На том Что он сказал Что я закончу Все эти Бесконечные войны Я верну всех наших Пусть сами разбираются Пусть сами там Разбираются Как хотят Если мы хотим воевать И создать демократии В этих странах Как допустим Мы создали это В Германии Или в Японии То это надо делать Не таким способом А способом Как это мы сделали там Сбросили ядерную бомбу Две И все И заставили их быть демократии Заставили Не попросили А заставили Сказали Нате вам денег Нате вам то Нате вам Смотрите Как мы же Разбомбили Дрезден Стерли с лица землю С гражданскими С кем угодно И заставили их Стать демократическими Странами А Сегодня в мире Так Воевать нельзя Прошли эти времена Когда человеческая жизнь Стоит очень дорого Ну когда может быть Она обесценится Опять Не дай бог За какой-то большой войны Тогда опять начнем Вот так вот Насильно насаживать Демократию Или социализм Или еще кто Ну Или как по-китайски Шакульджуй А насчет предательства Сань Ну да А как это называется Я как военный человек Я бы с курдами стоял до конца Уже раз уже мы с ними влезли Я бы с русскими стал до конца И с украинцами Если ты уже с ними воюешь Ты становишься с ними братьями Мы вместе там как бы Жрем и срем И питаемся одним и тем же Они становятся Ну с политической точки зрения Это невозможно Это невозможно Политики все время продают Сейчас Я закончу только мы с Сань Это потому что А что вы в Вьетнаме Мы не предали Мы с вертолетом Отошли через полгода С вертолетом Нас посольство эвакуировали И все эти вьетнамцы Которые с нами воевали Оказались в концлагерях И перебитыми А во второй мировой войне Не предали там Тех же прибалтов Тех же поляков Их потом после войны Эшелонами в Сибирь гнали Я не знаю Что такое предательство Как в конце концов Когда ты заканчиваешь войну Ты кого-то Ты предаешь Ту сторону На которой На чей ты воевал А израильтяне не предали Фалангов В Беруте В Ливии Когда Сколько там израильтяне Пробыли Восемь лет Они ушли Все Исламисты Перебили всех этих фалангов Христиан Там Как только израильтяне ушли А так они воевали Друг с другом Ну Вместе Против исламистов Каждая страна Это делает Каждому Это Военным Это очень больно Переносить Я считаю Что это Да Это в какой-то степени Это предательство Но мы не решаем Мы вояки Мы железяки Мы не решаем эти вот Сложные Политические проблемы Я рад только одного Что Трамп Принял Непопулярное решение Он сделал Волевое решение Такое Что он не будет Приносить в жертву Наших 50 Зеленых беретов Потому что Турки все равно Атаковали Я помню эти времена Я с Турцией Прослужил с ними Два года Они все время Хотели отодвинуть Этих курдов Этих ППК Это коммунистическая Партия Военное крыло Курдов Которые Они маудзидылсты Они сталинисты И Они их всегда хотели Они все время С ними И его поддерживает народ Эрдогана В этом Потому что Для турков Слово Курды Это как для Русских Чеченец Это моментально Они все плохие Всех надо убить И все надо Отодвинуть И сейчас Эрдоган Плохая экономика У него большие Проблемы Политические Народ его не поддерживает Вот он себе создал Такой Крым Наш Понимаешь С этими Гордами А Трам Сказал Знаешь что Хотите Делайте Что хотите Пусть русские победили Вот русские победы Вот пусть они теперь С этим расхлебываются Как они будут там Выстраивать инфраструктуру С кем они будут воевать Как они теперь Попали между Ираном Сирией И Турцией Они там попали Между теми Они с теми Или с этими Потому что они Что же там Все перекерячились Между собой Я не завидую Сейчас Русским ребятам Которые там Будут служить Они там Умоются Кроме Просто Если они там Останутся Если еще При американце В какой-то порядке Как-то там Кто-то чего-то Боялся Потому что То сейчас Они сейчас Начнут друг друга Керячить Но Юр Я тебе скажу Мы с тобой Как Неправоверные славяне Мы им должны Желать Всем удачи Это да Всем кто там Воюет Всем удачи Это безусловно Тут я полностью Согласен Тут Дело в том Что хочется Просто Юр Ты достаточно глубоко И достаточно широко Эту тему И проблему Осветил У меня просто Четко и ясно Вылазит в мозгу Параллель С последствиями Второй мировой войны Хотя данная Катастрофа Данная проблема Она гораздо меньше Конечно Там не столько Миллионов жертв Там не столько Сотен тысяч Но она может Раздуться Она может Раздуться Это может быть Докторая полностью Мы сейчас Можем четко Пронаблюдать Что творится В Восточной Европе В той Европе Которая была Под властью Советского Союза Давайте прямо Признаемся Не просто там Польская народная Республика Или народная Республика Болгария Или венгерская Народная республика Или чехословакская Советская Вернее Социалистическая Республика Мы должны Признать Что это были Оккупированные Территории Так же И сейчас Когда Начинают Свергать С постаментов Памятники Российским Солдатам Да в принципе Маршалам Да вот Там в Чехии Где там В Чехии В Праге Они во всех Во всех странах Это везде Маршала Конева Вот сбросили Недавно Там С этого Постамента Или краской Там облили Суть не в этом В Украине Снесли В Украине Снесли Жукова Да 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 Совершенно верно Речь-то идет о том Что Ситуация Вот Он Злодей Тот же Гитлер Да Мы проводим Параллель С тем же Идилом Там Или какой-то Народно-освободительной Армии Сирии Или там Народным Повстанческим Движением Сирии Злодеи Да Там кому-то Глотку перерезали Кого-то Ногами затоптали Вопрос Пришел Другой Вернее Пришел Добрый человек Суть в чем Вот он Это Давай на бытовой уровень Переходим Насильник Насилует Женщину Такая ситуация Бывает Тут приходит Добрый человек Палкой Там Или там Револьвером Там Ногами Руками Отгоняет Этого насильника И начинает Насиловать Эту женщину Сама Чем он От него Отличается Да ничем Вот он Бытовой уровень Я все время Привожу Когда начинают Говорить Что американцы Мешиваются Ну вы Идете по улице Здоровый мужик Вы видите Насилую девочку Вы что не вмешаетесь Вы что не Попробуй Да попробуешь Это остановить Но когда ты это делаешь Ты должен понять Что ты потом Не должен Насиловать Что ты не должен Потом Отпустил Этого Насильника Отпустил Сказал Больше Он пошел На следующей улице Кого-то Изнасиловал И перешел Дорогу И там Откуда ты Пришел Пошел Все верно Абсолютно Так и верно Надо иметь Какой-то план После того Как ты Вмешался Туда Что ты дальше Делаешь Что ты с этим Насильником Делаешь Что ты с этой Бедной девочкой Делаешь Как ты это Все А этого клана Нету Потому что Война Начинается Я уверен Что все Воины Начинаются От благородных Побуждений Очень быстро Они принимают Совершенно Другую жизнь И ты уже Не помнишь По какой причине Ты туда попал И зачем Ты это делал Я уверен Что Гитлер Он же призывал К миру Он сказал Я хочу мира Я хочу Чтобы остановить Войну Чтобы войны Не было Но евреи Они толкают Нас в Европе На эту войну Он Я считаю Что он То же самое Сталин То же самое Многие А у них Побуждения Видимо Какие-то такие У них в голове Добрые Но они не понимают Как это может Моментально Превратиться В трагедию В обвис Да Вот кстати Вот кстати Юр Вот мы Заговорили Сейчас О второй Мировой войне Но дело в том Что мы все Прекрасно Помним Что в 1949 Году Была принята Женевская Конвенция А в 1977 Году Были приняты Дополнительные Протоколы К Женевским Конвенциям И вот сейчас Наш Сказочный Национальный Лидер Владимир Путин Он внес В Госдуму На рассмотрение Законопроект О выходе России Из международного Договора По которому Ранее СССР Признавал Компетенции Комиссии По расследованию Нарушений Прав мирных Граждан В ходе Военных Конфликтов И вот тут Интересно Вот Саша Извини Сань Я сейчас За тебя Скажу Вот Ты четко И ясно Недавно Высказал Идею О том Что Путин Готовится К Противопартизанской Войне В России Но есть И другая Точка Зрения Что Путин Готовится К Ядерной Войне Или К Крупному Международному Военному Столкновению Юр А вот Какой Точке Зрения Придерживаешься Ты Ну Я Саше Согласен Да Что Что А Путин Он видит Дальше Своего Носа Он Все-таки КГБ У него Схемы В голове Они Бесконечны Особенно Он Уже С ума Сошел Поэтому Наверное Они у него Крутятся Постоянно Без конца Ну Если Ядерную Войну Я сразу Откину Потому Что Если Ядерная Война То Вы Всеми Этими Конвенциями Мы Можем Поинтерес Потому Что Тогда Все Салям Олейфу Мы Уйдем От Этого Этого Мира А То Что Он Готовится К Парнизанской Войне Да Это Одно Второе То Что Я Думаю Что Вот Этот Договор Штангмайра Штангель Циркуля Он Отвод Войска Я пытался Разобраться Не поймешь Как Это Они Будут Делать Какой Механизм Знаешь Ну да Можно Скать Да Мы Отводим Войска Но Сами Это Просто Отходить Это Должно Быть Кто Первый Кто Второй Какие Сначала Орудия Отводятся Это Долговременно И Кто Будет Наблюдателем Кто Будет Смотреть Что Это ОБСЕ Что Ну Неважно Это Я думаю Что Он И к этому Готовится Что Если Будет Развод Войск Если Начнут Обходить И Будет Бафорная Зона В Украине Между Российской Границей И украинской Границей То Он Готовится И к этому Да Конечно Права Человек Зачем Они Там Нужны Чтобы Ему Претензии Выставляли Ну И В Сирии В Сирии Победа Невозможна Что Там Это Бесконечно Туда А Воевать По правилам По правилам Женевских Конвенций И Чтобы Тебя Единственное Я думаю Что Он Не Просчитал Что Будешь Ты В этой Конвенции Или Не Будешь Ты В этой Конвенции Тебя Все равно Международный Трибунал Приговорит Как Военного Преступника Это Неважно Участвовал Ты в этой Конвенции Если Ты военный Преступник Ты военный Преступник Милошевич Тоже Не Был Подписан В этой Конвенции Поэтому Я думаю Что Это Он Может Быть Таким Образом Запугивает Кого-то Я не знаю Что у него В башке Происходит Честно Сказать Я не могу Предсказать Поведение Путина Оно 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 Опасное Он показывает Что он опасный Ядовит Все время Постоянно Дело в том Что С момента Первой Передачи Нашей На эту Она по-моему В четверг Была Прошло уже Три Четыре дня Сейчас Не берусь Вспоминать Речь идет О чем О том Что все Что связано С аннексией Крыма Все что связано С боевыми Действиями На юго На юго Востоке Украины Все что связано С перекрытием По сути дела Перекрытием Азовского моря Так же Да Вспоминайте Что Украинские моряки Просто не смогли Туда попасть Да А я напомню Потому что Любой Житель Областей Украины Регионов Украины Прилигающих К Азовскому морю Может заявить Причем в любой момент Что нарушены Его права Как например Бизнесмена Он раньше Он раньше был Рыболов Он раньше был Транспортником Да Там что-то Возил на своем Катере На своей борже Куда-то перемещался По Азовскому морю Теперь он может Проходить только С ведома Российских пограничников На каком основании Почему Он никаких договоров С ними не подписывал Поэтому он пишет Заявление В комитет Красного креста Он пишет заявление В организацию Объединенных наций А ему оттуда Говорят Ну вы знаете Нынешняя Россия Как бы к этому К нам Отношения не имеет Это вообще Это Вот вы к ним И обращаетесь Ну то есть Таким образом Ну Давайте согласимся Что Европа И мировое сообщество И организация Объединенных наций В определенной степени Наверное Все-таки Подзажрались Подзажрались В плане контроля За ситуацией Ну да Историю забыли Я 100% С тобой уверен И это все Уменьшает Уменьшает Права Права Самих граждан России В первую очередь Да Согласен Знаешь Опять же Это все Крепостное право Когда крепостные Что там Екатерина издала Когда крепостные Уже Не имели права Жаловаться На своих Баринов Баринов Или Кто они там Бомещиков Да Да Товарищи офицеры Жаловаться Некуда было Товарищи офицеры Да Огромное вам спасибо За интереснейшую беседу Итак друзья Смотри Давай я покажу Вот это я нахожусь На севере На севере Майами Пока вы там греетесь Вот И Тут не очень интересно Потому что Я не знаю Видно Видно что-то Видно 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 Прекрасный газон Прекрасные кусты Там прекрасные деревья Пальмы Море А океан Видно? Нет Немножко низко Камера Ну наверху Чуть-чуть выше Да Там видно Такие А вот Плоховато Чуть-чуть еще повыше Да Светло-синюю воду Видно Да В общем И В общем Стрессов нету Неинтересно Никакого мордобоя Никакой войны Ничего Люди живут Как на другой планете Вообще Я скажу Как ты можешь Как ты можешь Что это такое Да Честно тебе сказать Уже скучновато Хочу обратно Ты предал Предал профессию Ну я тебе скажу Ты прав Вот я сижу И думаю Ну как вы можете Так жить Ну вы что Не понимаете Что вокруг У вас все происходит Как Ну они говорят Да А что-то мы слышали Про Украину Что-то там Трамп сотворил Украине По-моему Там новую жену Нашу Вот такие вещи У них здесь Происходят Уголоват Это Я говорю Ну там Сирия Там Крым Приднестровье Абхазия Ирак Афганистан Пугается Вообще Не в курсе Понятно Что я тебе могу сказать Ну Живот себе Ну неправильно Я не считаю Неправильно Стрессов нет Мордобоя нет Что-то не орут Не кричат Не клюют Согласен Роскомнадзор ФСБ МВД Прокуратура Не приходит Не обыскивает Вчера ходил Вчера ходил По пляжу Два часа Я ходил по пляжу Искал хоть бы Один скелет Отвоблой найти Нет Нет Не умеют Они жить Капец Ладно Все До следующего Итак друзья С вами были Капитан Первого ранга ВМС США Гарри Юрий Тавок Полковник Вооруженных сил России Александр Глушенко И Старший Лейтенант Пиджак Или Как На Зулунском языке Исик Хулу Эси Херзулу Да Эси Херзулу Но В Зулунском языке Нет слова Пиджак Потому что Пиджаки Они не носят Поэтому я просто Буду Исик Хулу Эси Херзулу Юрий До встречи Друзья Через неделю Пока 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...